Несмотря на то, что недавнее обострение ситуации на Донбассе все-таки не привело к полномасштабным боевым действиям, на этом фоне были приняты важные решения. Речь о том, что наконец в России признаны официальные документы народных республик. При этом сами документы это не какой-то гипотетический проект, это то, от чего зависит само функционирование Донецкой и Луганской народной республик. Теперь же эта проблема решена, а проблема состояла именно в том, что на территории России владельцы этих документов сталкивались с огромными трудностями. Потому что каждый раз, когда необходимо было предоставить официальные бумаги и в качестве них были предоставлены те же паспорта ДНР и ЛНР, это решалось в ручном режиме. То есть те или иные органы могли не принять это, а могли принять. Теперь же, наконец, 18 февраля Владимир Путин подписал указ, который легализует все официальные документы народных республик. Что важно, это решение принято еще и в соответствующем контексте. Потому что за два дня до этого Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, прямо сказал о том, что Киев идет на обострение обстановки на Донбассе и нацелен на срыв минских договоренностей. А на следующий день Александр Захарченко заявил, что ДНР готова военным путем вернуть все оккупированные украинскими войсками территории. Кроме того, опять же не так давно мы видели официальные заявления руководства ДНР о том, что все предприятия, действующие на освобожденные от украинских войск территории, будут переведены под юрисдикцию народных республик. Таким образом, это решение, оно прежде всего наступательное, потому что принято оно именно в той обстановке, когда нужны конкретные и прямые меры. Однако, само по себе, оно имеет три грани. Первая грань, о которой мы уже говорили, это, конечно же, помощь людям, которые оказались в очень сложной ситуации и вынуждены сталкиваться с трудностями даже на территории России. Куда они едут? Либо на какое-то время пытаясь убежать от бомб, либо за необходимыми лекарствами. Не будем ведь забывать, что Донбасс находится в полной блокаде и люди вынуждены действительно не жить, а выживать. И с этой точки зрения, конечно же, то, что такой указ подписан, это огромная помощь населению Донбасса. Вторая грань политическая. Это очень сильное решение, потому что оно идет полностью в разрез с тем, чего от нас ожидает Запад. В то время как Запад ожидает, что мы так или иначе будем идти на пути какого-то урегулирования в украинскую сторону, мы демонстрируем, что этого точно не будет, что мы будем отстаивать интересы русских на Донбассе. И этот указ является самым наглядным тому подтверждением. Третья грань, это международно-правовая. Потому что если абстрагироваться от того, что на Донбассе убивают именно русских, Россия в данном случае делает именно то, что обязана делать великая держава, когда у нее под боком проводится фактический геноцид. Потому что тех людей, которых Украина не может убить физически, она еще и вычеркивает из документов. Люди, которые родились в Донецке или в Луганске, либо люди, у которых закончился срок действия украинского паспорта, они словно исчезают. Их как будто нет. И Россия просто-напросто обязана этим людям помочь именно с точки зрения, опять же, международно-правовых норм. Потому что это обязанность любой великой державы. И то, что Киев поднял по этому поводу истерику, ну это просто-напросто смешно. И это отметили даже на Западе, потому что российское решение осудили лишь те издания, те журналисты, которые славятся полным отсутствием какой-либо морали и совести. Те, кто посмелее выразили Россию поддержку, те, кто не может этого сделать, сохранили нейтралитет. Ну и последнее, что стоит отметить, то что этот указ, он, конечно же, очень сильно бьет по тем, кто уже третий год рассказывает нам, что Донбасс вот-вот сольют. Фактически это решение просто-напросто аннулирует все то, что мы слышим от таких людей, как Стрелков, Несмеян, Просвирнин. Потому что понятно, что когда страна сливает какую-то территорию, хотя вообще не очень приятно пользоваться подобной терминологией, она точно не станет принимать подобные указы. Другое дело, что это всего лишь начало и само по себе это не может вернуть нормальную жизнь на Донбасс. Потому что война может закончиться лишь тогда, когда Донбасс, конечно же, станет русским не только фактически, но и официально, когда он вернется в состав России. Поэтому впереди еще много шагов. Подключение к кровеносной системе российской экономики, легализация всех донецких и луганских институтов, официальная легализация, признание и затем, конечно же, включение в состав России. И это обязательно произойдет.